Привет, друзья! На связи Денис Чуфаров. И сегодня урок, посвященный работе с мелодией, который будет полезен тем, кто занимается созданием и аранжировкой музыки, а также в некоторой мере будет интересен для тех, кто занимается импровизацией. Сегодня я хочу поговорить с вами о приемах, которые используются для создания новых мелодий и для разнообразия уже существующих. Эти приемы можно использовать тогда, когда у вас есть уже некий эскиз мелодии или существующая созданная вами мелодия вас не совсем удовлетворяет. Также эти приемы можно использовать для создания контрапунктов и прочих побочных партий. Это достаточно простые и очевидные приемы, но тем не менее я надеюсь, что они окажутся полезными для вас. Для начала давайте послушаем небольшую мелодию, которую я написал для демонстрации этих приемов. Как вы можете заметить, сама мелодия написана в нестандартной фразировке, поскольку длится 8 тактов, но членение у нее не 4-х тактовое. Итак, первый прием, который очень активно используется, это заполнение. Различные проходящие вспомогательные звуки, которые используются не так строго, как, например, в рамках курса гармонии. Этот прием основан на заполнении в тех местах, где у нас встречаются долгие ноты длительности, например, половинные, четверти и так далее. Мы можем использовать их как раз для того, чтобы заполнять стандартные, да, простейшие варианты заполнения, например, таким образом. Либо можно уже существующие тона сдвигать, повторять, если эта интонация является значимой. Также можно повторять, естественно, например, квартовую интонацию. Даже таким образом. То есть здесь вы можете делать, в принципе, все, что угодно, главное, оставляя контур мелодии, который у вас был в самом начале, да, если вы показали уже эту интонацию, затем вы уже, естественно, можете с ней поработать, используя данные приемы. Если отвлечься от данной мелодии, то в целом встречаются, естественно, восходящие, да, заполнения, нисходящие и смешанные, возвратные, то есть на основе вспомогательных звуков. То есть это все известно вам должно быть из курса гармонии, если вы изучали гармонию. Это, в принципе, довольно распространенная и очень простая для усвоения информации. Разница в свободной композиции, скажем так, в том, что вы не привязаны жестко к этим приемам, и можно использовать не только проходящие ноты, как я уже сказал, ну и, например, ту же квартовую интонацию можно разрабатывать не только на основе повторений, но и, например, таким образом. Да, то есть я беру здесь две кварты. Затем уже можно поэкспериментировать, может быть, сделать расширение. Естественно, в зависимости от того, какого характера данная мелодия, вокальная или инструментальная, поскольку для вокальных все-таки ближе распевные интонации. Кроме того, естественно, что здесь можно использовать не только восьмые, можно экспериментировать с разными длительностями, элементарно, смещение ритмическое, очень популярное в разных стилях. В инструментальных партиях можно также активно, естественно, использовать шестнадцатые заполнять скачки, например, вот этот секстовый, да, скачок элементарно, очень легко можно заполнить либо арпеджио, аккорды, если у вас уже есть гармонизация, либо используя один из ладов, который подходит к образу вашей мелодии, например, пентатоника. Как видите, к примеру, дробление сильной доли без опоры на гармонию в данном такте создает очень свободное и не квадратное членение формы, да, можно попробовать. Естественно, что при живом исполнении музыкант будет сглаживать фразировку, замедлять, ускорять, использовать агогику и данные места будут звучать особо лирично и придавать мелодии необходимый характер. Это очень простая, но действенная система, которая позволяет работать с любой мелодией, да. В принципе, если сидеть очень долго, экспериментировать, можно получать огромное количество музыкального материала, который можно переносить в разные голоса аранжировки. Еще один очень эффективный прием работы с мелодией это разрушение квадратности. Я покажу сейчас самый простой вариант. Здесь мы что делаем? Просто можно взять ту же самую мелодию, да, которая у нас является основной интонацией, простую фразу и добавить ее например здесь или здесь, да, повторить два раза. Можно даже вот так сделать, отсюда скопировать и сюда вставить, да. Смотрите, я скопировал два раза мелодию, поменял гармонию и пока оставил все без изменений. Мелодия таким образом получилась сейчас десятитактовая. то же самое можно сделать с этим местом. его можно повторить просто сделав секвенцию и добавив аккорд в шестой ступени. То есть использовать уже существующие интонации, да. Это один из базовых принципов композиции в любом стиле. Я здесь напишу аккорд фа мажор и перенесу соответственно на то, тон вверх. Можно оставить вот такую незаконченную каденцию. Это более характерно для современной популярной музыки, чем напряженное разрешение через доминанту. И таким образом получилась одиннадцатитактовая мелодия. Кроме того, я могу использовать здесь секвенцию в начале, а потом уже использовать повторение. Поскольку здесь аккорды ре, соль, да, я могу немного опустить мелодию и тогда будет достаточно хорошее ступенчатое развитие. и, наверное, еще можно сделать так. Перенести на октаву вверх секвенцию для того, чтобы здесь была кульминация. И закончить тоже вверху. Либо, ну, можно и внизу закончить, это уже на усмотрение здесь на каждого композитора. Итак, что я сделал? вставил два такта дополнительных ту же мелодию, которая у нас была, да, опустил в соответствии с гармонией, добавил секвенцию, ну, и дописал, естественно, аккорды. В итоге из восьмитактовой мелодии получилось одиннадцатитактовая с фразировкой нетипичной, да, неквадратной. То есть здесь у нас получается четыре такта, здесь три такта. В итоге четыре, четыре, три плюс еще внутри, да, там деление нестандартное. вот в этом месте, например, также можно увидеть возможности для использования скрытого двухголосия. Я напишу второй голос здесь, но его, естественно, можно использовать на одном инструменте. ну, и так далее, да. Ну, и так далее, да. Это тоже один из приемов. притом я использовал здесь те же самые заполнения, о которых говорил в начале урока. Просто использовал их в рамках скрытого двухголосия. Итак, я еще добавил здесь несколько штрихов, да, здесь убрал квартовую интонацию, сделал ее более линейной. можно здесь также добавить квинтовый скачок и смотрите, да, чтобы здесь был квинтовый скачок вверх, здесь квинтовый скачок вниз. Добавил ретанута, ну, и все, в целом оставил все точно так же, поскольку, естественно, можно работать очень долго над мелодией. Давайте послушаем, как звучит это все вместе. Вот такие простые приемы можно использовать для совершенствования и работы над вашими мелодиями. Это заполняющие тона и расширение структуры мелодии. Конечно, существует огромное количество приемов, с помощью которых создаются и развиваются мелодии. Это всего лишь небольшая их часть, самые такие простые, с которыми вы можете работать уже прямо сейчас. На связи был Денис Чуфаров. Не забывайте подписываться на канал YouTube, делиться этой записью в социальных сетях, заказывать темы для будущих видеоуроков и удачи вам в вашем творчестве. До встречи!